Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Театре оперы и балета чествовали ветеранов ракетно-космической отрасли. На площади Козлова заложили первый камень будущего планетария, а спортсмены-любители приняли участие в космическом полумарафоне. В Самаре, как и во всей стране, отмечают День космонавтики. Под знаком космоса прошел в Самаре и Большой субботник. В парке Гагарина порядок после зимы навозили волонтеры, сотрудники муниципальных учреждений и глава города Елена Лапушкина. В городе завершается отопительный сезон, когда отключат батареи. Сегодня в Самаре, как и по всей стране, отметили День космонавтики. В этом году юбилейная дата исполняется 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. Самара не зря считается космической столицей России. Здесь проектируют и собирают космические аппараты, а также готовят профессиональные кадры для работы на соответствующих предприятиях. Сегодня в областной столице чествовали ветеранов ракетно-космической отрасли. Памятные медали вручал губернатор Дмитрий Азаров. На церемонии побывала Мария Левина. Родился бы на месяц позже, назвали бы Юрием. Смеется Николай Веселов, слесарь-ремонтник, РКЦ «Прогресс». В этом году мужчина отпраздновал юбилей. Говорит, родиться в такой год и не связать свою жизнь с космической отраслью было бы неправильно. Тем более, что и родители тоже трудились на заводе. Работе в ракетно-строительной сфере мужчина отдал 40 лет жизни. Николай Веселов производил станки, благодаря которым позже появилась легендарная ракета «Буран». Ощущения, знаете, какие? Здорово, когда особенно эта ракета полетела. Прямо, ну, гордость была за то, что я принимал участие в строительстве вот этой ракеты. Ветеранов профессии и лучших работников отрасли отметил медалями губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поздравил всех причастных с Днем космонавтики. Замечательным великим праздником хочу поздравить вас и я. Пожелать крепкого здоровья, я абсолютно уверен. С такими коллективами, с такой научной школой мы через любые тернии точно пробьемся к звездам. С праздником! Губернатор подчеркнул, Самара не зря считается космической столицей России. Здесь даже студенты мечтают о поколении космического пространства и на днях запустили в небо ракету нового поколения «Капелла-МЛ». Что касается предприятий, сейчас в регионе готовят к запуску ракету «Союз-5», задача которой будет вывести пилотируемый корабль «Федерация» на околоземную орбиту. Мария Левина, Константин Головин. События. Почетными наградами губернатор сегодня отметил и лучших сотрудников РКЦ «Прогресс». На территории предприятия прошло торжественное заседание научно-технического совета. Андрей Горгуленко пообщался с теми, кто сегодня вносит свой вклад в покорение космоса. Анатолий Аминчиков уже 42 года трудится на «Прогрессе». Начинал рядовым слесарем, теперь достиг максимального разряда на своей должности. А сегодня еще и удостоен почетного знака трудовой славы. Говорит, что все это из-за отлаженной на предприятии преемственности поколений. Теперь Анатолий и сам помогает молодым. Видит, что в них есть потенциал к новым свершениям. Благодаря опыту большому я делюсь с молодыми людьми, которые к нам приходят. Молодые люди приходят грамотные, то есть познают быстро все, схватывают на лету. Почетные награды в честь юбилея первого полета человека в космос из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получили 18 человек. Награждение состоялось на торжественном заседании научно-технического совета завода. На современном этапе прогресс является лидером ракетно-космической отрасли. Самару часто и по праву называют одним из главных центров мировой космонавтики, космической столицей России. Это заслуга вашего клиента. И прежде всего ветеранов, которые первыми проложили дорогу в космос. Свои награды лучшим сотрудникам вручили и депутаты Дум разных уровней, от государственной до городской. Поздравила сотрудников прогресса и глава Самары Елена Лапушкина. И в этот замечательный день я бы хотела обратиться со словами признательности, благодарности ко всем ветеранам и вашего предприятия, и ко всем ветеранам космической отрасли. С праздником вас, с Днем космонавтики, новых вам достижений, новых побед и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Также почетные гости и сотрудники предприятия в этот день возложили цветы к памятнику Виктору Литвинову. Под его руководством на заводе была собрана ракета, на которой Юрий Гагарин отправился покорять космос. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В областной столице появится планетарий. Его построят рядом с музейно-выставочным комплексом «Самара-Космическая». В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие федеральные областные и городские власти. Мария Елчан увидела, как это было. В космической столице смотреть на звезды. Одним из знаковых событий этого года в День космонавтики стала закладка капсулы на месте строительства будущего планетария. «Самара» всегда считалась одним из главных городов российского ракетостроения и авиационной промышленности. Не хватало в городе только окна в космос. Капсулу заложили в памятный камень, который станет первым экспонатом планетария. Ее откроют в 2061 году, в день столетия первого полета человека в космос. Сегодня в торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области и глава города Елена Лапушкина. «Давайте мы сегодня дадим друг другу слово, что планетарию быть. И, конечно же, еще раз вспомним героев-покорителей космоса. Отдадим дань уважения тем людям, которые сегодня работают иногда абсолютно в секретном режиме над все новыми и новыми достижениями нашей страны в космосе». С приветственным словом выступила на церемонии закладки капсулы глава города Елена Лапушкина. Она отметила, что строительство планетария – это в первую очередь возможно для молодых ученых по-новому осваивать космос. «Город не остается в стороне. Город совершенно точно будет принимать самое активное участие в его строительстве. Действительно, это же не просто развлекательный центр. Это центр научно-познавательный. Это центр, где будут проводиться научные конференции, симпозиумы и многое-многое другое. И я убеждена, что московский планетарий будет еще у нашего планетария учиться». На особым контроле реализацию проекта держит депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Строительство планетария находится в непосредственной близости от филиала будущей Третьяковки. Это позволит организовать в Октябрьском районе города единое музейное пространство, уверен парламентарий. «В день 60-летнего юбилея покорения космоса, первого полета нашего человека во Вселенную, мы закладываем камень в основание будущего планетария. Он никогда не будет пустовать. В нем всегда будут люди, в нем всегда будут дети, наши студенты, школьники, кружковцы, те, кто увлечен и думает о покорении космоса». Проект будущего самарского планетария уже готов и прошел экспертизу. После принятия правительством страны решения о финансировании строительства объекта, его включат в федеральную адресную инвестиционную программу. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. Под знаком космоса прошел в эти выходные городской субботник Гагаринский. В парке, который носит имя первого космонавта, порядок после зимы наводили волонтеры, сотрудники муниципальных учреждений, глава Самары Елена Лапушкина. За процессом наблюдал Андрей Горгуленко. Не по велению свыше, а по зову сердца. Наталья Курожнова вместе с коллегами наводили порядок в парке Гагарина. Ворошили залежавшийся снег, собирали старую листву, помогали газонам почувствовать свежий весенний воздух. «Мне хочется, чтобы был порядок в городе. И вот, к сожалению, в прошлом году в связи с пандемией мы не выходили на субботники. Мне очень нравится, когда мы все вместе, всем коллективом убираем город, город потом становится очень чистым». Приводить парк в порядок после зимы пришли около ста человек. Среди них и сотрудники муниципальных предприятий, и волонтеры движения «Чистый город», и глава Самары Елена Лапушкина. «Совершенно точно могу сказать, что это одна из самых приятных работ. И субботник действительно доставляет удовольствие от общения в неформальной обстановке с своими коллегами, с своими друзьями, от той работы, которую делаешь своими руками. И виден сразу результат». Первый общегородской субботник месячника по благоустройству традиционно называется «Гагаринский». Он проводится в выходные, близкие ко дню космонавтики. Но даже в такой значимый юбилейный год сотрудники парка в Самаре не оставляют без внимания и другие территории. «Приводятся парки в порядок для того, чтобы как можно быстрее выйти из этой зимней спячки и для того, чтобы как можно быстрее встретить всех соскучившихся за зимний период людей на своих территориях». А начался «Гагаринский субботник» в парке имени Гагарина с торжественной церемонией возложения цветов к бюсту первого космонавта. Юрий Алексеевич Гагарин. Кавалер высших знаков. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События. В Самаре набирают обороты ремонтные работы в рамках нового дорожно-строительного сезона. Наиболее масштабное обновление уличной дорожной сети идет по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Рабочие планируют отремонтировать 30 участков автомобильных дорог. В областном центре уже появились стенды с символикой нацпроекта. Для чего их смонтировали и о чем они информируют в репортаже наших корреспондентов. Привести в нормативное состояние дороги и развить дорожную сеть в 84 российских регионах. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Самарская область не стала исключением. И в областном центре уже появились стенды, которые информируют жители города о сроках проведения ремонта, а также о границах того или иного участка уличной дорожной сети. «Информационные счеты устанавливаются на объектах ремонта для того, чтобы проинформировать общественность автомобилистов о планируемых работах, о том, что объекты будут находиться в ремонте, о том, что необходимо проявить внимательность при парковке транспортных средств». Большое внимание уделяется контролю, в том числе общественному. Обратная связь с жителями организуется и благодаря указанным на счетах номерам телефонов, ответственных специалистов подрядных организаций. Дорожные службы будут реагировать на сообщения и оперативно принимать необходимые меры. Например, вносить коррективы в план ремонта объекта или в случае выявления недочетов устранять их в кратчайшие сроки. Мнения граждан учитываются в обязательном порядке на всех стадиях работ. И они уже заметили, что темпы и объемы работ наращиваются. «Сейчас чем хорошо еще? Вот сейчас вешают на дорогах информационные щиты, по которым можно позвонить, там телефон есть, можно позвонить и сказать, в каком состоянии дорога, хорошо или плохо. Я уже воспользовался этим и сказал, где какие ябы большие есть. И их залили». «Нормально идет ремонт дорог, ремонтируют. Во всяком случае, не так, как раньше было. Сейчас делают что-то, видно». В текущем строительном сезоне 25 участков дорог местного значения на средства нацпроекта обновят большими картами. Еще пять отремонтируют комплексно. Здесь и участок проспекта Кирова – это первый объект, где начались работы, и Масленникова, и Луначарского. Комплексный работ по переходящим с 2020 года контрактам будет продолжен по улицам Арцебушевской и Ленинской. Здесь продолжат ремонт дорожного покрытия проезжей части, тротуаров и других элементов обустройства. На Ленинскую подрядчик уже вышел. Вместе с тем выполняется и поддерживающий ремонт в отдельных локациях. Это Ракитовское, Южное шоссе и многие другие объекты, по которым были предписания надзорных органов, обращения жителей и, соответственно, поручения главы города. Принять на таких улицах первоочередные меры. А при необходимости образование новых дефектов возвращаться на них снова для снижения аварийности. Ольга Павлова, Николай Епифанов, Сергей Баскин. События. Диалог власти и бизнеса. В Самаре обсудили актуальные вопросы по предоставлению субсидий частным детским садам. Глава города Елена Лапушкина встретилась с представителями дошкольных образовательных учреждений, которым оказывают поддержку. Подробности в репортаже Анатолия Головко. В администрации Самары состоялась встреча с директорами частных детских садов, которым оказывают бюджетную поддержку. На заседание пригласили представителей профильных департаментов и ведомств, городской прокуратуры, депутатского корпуса, общественной палаты и уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Основной темой встречи стало обсуждение действующего порядка предоставления субсидий частным детским садам. Такая мера поддержки действует в Самаре уже несколько лет. Ее основная цель – обеспечить доступность мест в дошкольных учреждениях для максимального количества семей. Именно поэтому размер родительской платы для детских садов, получающих такие выплаты, ограничен и не должен превышать 5960 рублей. В Самаре рассчитывать на субсидию могут негосударственные детские сады, имеющие лицензию и заявившие о своем желании. С учетом изменившейся экономической ситуации в городе необходимо скорректировать порядок предоставления субсидий. Кроме того, требуется расширить возможности по предоставлению детским садам дополнительных образовательных услуг. Сейчас представители городских властей рассматривают возможность внести изменения в нормативно-правовой акт. Действующий порядок предоставления субсидий не предусматривает каких-либо иных затрат, кроме тех, которые здесь определены перечнем. Именно этим порядком и руководствуются сейчас правоохранительные органы и органы прокуратуры. В случае, если будет рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в порядок, это, возможно, на будущее позволит решить все проблемы. Тогда необходимо будет обратить внимание каждого из детских садов, именно частных, на повышение уровня ответственности. Все вопросы, которые возникали у предпринимателей, ведущих социальную, скажем так, направленность, я надеюсь, они получили исчерпывающие ответы. Очень понятно, да, сегодняшняя позиция прокуратуры в этом вопросе. В прошедших периодах была очень сложная ситуация, и мне очень понятно, да, что прокуратура погрузилась в эту проблематику. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы сегодня обсудили, будут внесены дополнения, изменения. Директора частных детских садов, которые присутствовали на встрече, поблагодарили представителей городских властей за поддержку. Мы действительно очень благодарны, и это большая для нас поддержка, субсидии, которые нам выдаются. Мы на них очень рассчитываем, потому что это большое подспорье, не только, конечно, и для родителей, но и для нас. Во время обсуждения выяснилась необходимость в повышении правовой и финансовой грамотности сотрудников негосударственных образовательных учреждений. В связи с этим участники заседания решили провести на плановой основе совместные встречи, на которых сотрудники профильных ведомств и структур будут давать необходимые разъяснения и консультации. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Эфир продолжит рубрика «Новости экономики». Виктория Шарая уже в студии. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что нового сегодня в экономике? Экономисты допускают переход к прежнему пенсионному возрасту, но при одном условии. Расскажу подробнее сразу после информации о курсах валют. Курс доллара на 13 апреля – 77,51 рубля. Евро – 92,06 рубля. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 63,65 доллара за баррель. Возвращение к прежнему пенсионному возрасту станет возможным в случае значительного роста цен на энергоресурсы. Об этом рассказал замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. По словам эксперта, возможности для значительного роста цен на энергоресурсы сейчас есть. Миронов напомнил, что крупнейшие инвестбанки прогнозируют начало сырьевого суперцикла, когда нефть и газ снова начнут пользоваться повышенным спросом. Если будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее 100 долларов за баррель – это устойчивый и долгосрочный тренд, то тогда Россия сможет вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию. Даже при наличии соответствующих условий, снижение пенсионного возраста будет возможно лишь в рамках отдельных регионов и для отдельных категорий пенсионеров. Сделать это для всех граждан можно будет при условии существенных изменений в экономике, добавил экономист. Долговая нагрузка россиян за год выросла почти на 26%. Ее рост связан с последствиями пандемии и сокращением реальных доходов граждан. В то же время более существенному росту долгов препятствовало сокращение процентных ставок. Среднее значение показателя долговой нагрузки за последний год выросло на 2,3%. Наиболее закредитованными регионами оказались Амурская, Кировская области и Республика Коми. Наименьший уровень ПДН отмечается у заемщиков Москвы, Московской и Смоленской областей. Если сумма всех регулярных ежемесячных платежей заемщика по кредитам составляет более 40% от их среднемесячных доходов, то ему необходимо задуматься о целесообразности обращения за новым кредитом. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В среду, 14 апреля, в Самаре планируют завершить отопительный сезон. Об этом на еженедельном оперативном совещании в администрации города рассказал первый вице-мэр Владимир Василенко. Сейчас в регионе установилась теплая погода, а столбики термометров не опускаются ниже 8 градусов со знаком «плюс». Мы можем точно предположить, что в третьей декаде где-то будет понижение температуры и тому подобное. Если возникнет ситуация, то нам нужно будет на горячей воде, вы знаете, почему я говорю, продержать социальную сферу, это где находятся больницы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с наступлением тепла пассажиры стали чаще игнорировать средства индивидуальной защиты, ссылаясь на то, что в маске жарко. Соблюдение масочного режима в общественном транспорте проверили сегодня контролирующие органы и наш корреспондент Мария Левина. Маски в кого есть? Называем. У вас есть маски? За отсутствие маски, а также за то, что уехал по-английски, водителю маршрутки грозит штраф. Масочный режим, все еще действующий в регионе, был нарушен, причем в довольно агрессивной форме. Напомним, за такой проступок пассажиру придется раскошелиться на сумму от 1000 до 30 тысяч рублей, а для юридического лица наказание жестче. Требозчику грозит до 300 тысяч рублей штрафа. С начала года в Самаре провели 472 проверочных рейда. За это время составлено 178 протоколов, 19 только за последнюю неделю. Работу мы продолжаем. Вы знаете, что ситуация по коронавирусу не очень благополучная в нашей области. Поэтому призываем всех наших граждан соблюдать все элементарные меры предосторожности, которые рекомендованы Роспотребнадзором. В масках в обязательном порядке должны быть также кондуктор и водитель. В противном случае, даже если они по требованию контролеров сразу наденут средства индивидуальной защиты, организация вынесет им дисциплинарное взыскание. О нарушении правил водителям и кондукторам может сообщить любой пассажир. Также они могут сообщить, если в общественном транспорте жарко. Если в салоне автобуса вы наблюдаете, зашли и ощущаете, что очень жарко, вы по инструкции должны обратиться к кондуктору, либо к водителю и попросить убавить отопление. В утренние часы и вечерние часы еще прохладно, поэтому, опять же, кондукторы-водители нагревают салон, чтобы нашим пассажирам было комфортно. Главное, чтобы маски были надеты правильно, на нос и у нашего экипажа, у кондуктора и водителя, и у пассажиров. Использование средств защиты органов дыхания и соблюдение социальной дистанции – необходимые меры безопасности. Контроль за масочным режимом в общественном транспорте проходит ежедневно с утра до вечера с участием полицейских. Сегодня утром составлен еще один протокол. Уже в первый час рейда он стартовал с Куйбышева и Некрасовской. Однако в график проверок включаются не только улицы с активным трафиком. Контролем охвачены все виды общественного транспорта во всех районах Самары. Рейды организуются по-прежнему в усиленном режиме до 12 проверок в день. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События. Сегодня интересные факты о космосе можно услышать отовсюду. Почему в 1958 году конструктор Дмитрий Козлов выбрал город на Средней Волге для строительства космических кораблей? С какой целью в 1961-м первые шесть космонавтов незадолго до полета Гагарина побывали в Самаре? Зачем Юрий Алексеевич после приземления прибыл в Куйбышев? Об этом говорится в трех полуминутных видеороликах, снятых нашим телеканалом. Их сегодня могут увидеть пассажиры на телеэкранах в общественном городском транспорте. Теме космоса посвятили и самый масштабный легкоатлетический забег. Он собрал на своей площадке более двух тысяч спортсменов из разных городов России. За призовые места боролись не только взрослые, но и дети. Об этом расскажет Ольга Павлова. Он разминается перед выходом на большую дистанцию и поправляет шлем. В забеге на три километра Виктор Голубцов решил участвовать, облачившись в костюм космонавта, который накануне марафона взял в аренду. Спортсмена не смутила даже жаркая погода. В этот день в Самаре потеплело до 18 градусов. Я решил приурочить это к празднику, к первому полету человека в космос. Вот и решил так вот пробежать в таком костюме именно. А шапка не будет мешать? Ну, я думаю, нет. Космонавтам же не мешает как-то на орбите, я думаю, мне не помешает. В космическом полумарафоне приняли участие более двух тысяч человек из ста городов и населенных пунктов России. В их числе Оренбург, Санкт-Петербург, Щелябинск, Москва, Саратов, Магнитогорск и многие другие. Традиционно участники стартовали и финишировали напротив амфитеатра на площади Славы. Беговая дистанция прилегла по Волжскому проспекту, улице Максима Горького, Лесной и Северо-Восточной магистрали. Дистанции построены и подготовлены хорошо, все нормы и правила соблюдены, медицинское обеспечение, все нравится и здорово, молодцы организаторы. Космический полумарафон дал старт легкатлетическим забегам в Самаре и стал самым масштабным событием этого года. Забег приурочили к юбилею первого полета человека в космос. За призовые места боролись не только взрослые, в соревнованиях приняли участие самые маленькие, дети от года до 10 лет. Они сражались на дистанциях в 600 метров. Остальные марафонцы, начиная с 11 лет, бежали 3, 10 и 21 километр. Это не первый старт, это не первое мероприятие, не первый забег. С каждым годом он становится все более массовым, все более грамотным, все более лучшим с точки зрения спортивной организации. Поэтому и больше жителей нашего года втягиваются как раз в наши спортивные мероприятия. Последние минуты перед финишем, последний рывок в колонии участников министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. Он приходит одним из первых. Следом финишную черту пересекает самый колоритный участник космического полумарафона. Всем спортсменам, добежавшим до финиша, вручали медали, воду и бананы. Участники, занявшие призовые места, получили дипломы, кубки и ценные подарки от организаторов и партнеров забега. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!